Итак, мы начнём сегодняшний эфир с зарядки, а точнее с комплекса упражнений, которые уносят название «Как снять напряжение после долгой дороги». Приветствуем наших сегодняшних гостей. Лилия Дёг, наш фитнес-тренер. С кем вы к нам сегодня пришли? Евгения Мегачёва. Здравствуйте, Евгения, да. Слушайте, ну это получается, что вот когда мы долго, например, в автомобиле, да, там пару-тройку часов едем, сделали остановочку на перекус, и вот можно даже коврик с собой захватить, где-нибудь на трассе. А можно даже без коврика будет. Можно даже без коврика. Запоминайте, это легко и просто, оставляя вас наедине с нашими специалистами, повторяйте. Всем доброе утро. И когда мы действительно очень долго времени проводим за рулём, находимся вот в таком положении, первым делом, когда мы выходим из машины, нам хочется раскрыться, потому что наш грудной отдел в этом положении очень сильно устает, спина затекает. Сейчас Женя покажет первое упражнение. Что можно сделать для того, чтобы снять напряжение с грудного отдела? Упражнение для подвижности грудного отдела. Назовём его условно «обнимем дерево». Вытягиваете в исходном положении руки перед собой, фиксируете таз, чуть сгибаете колени, и на вдохе начинайте локти тянуть назад друг к другу. На выдохе руки уводите вперёд, округляете верхнюю часть спины. Таз зафиксирован, и получается активное движение в грудной клетке. Таких нужно сделать 8-10 повторений. Для того, чтобы улучшить подвижность нашего грудного отдела, мы уводим руку чуть в сторону, и достаточно делать такие лёгкие, но плотные растирания. Запускаем лимфоток, так как у нас лимфоток ухудшается, когда мы с вами 3-4 часа проводим в машине, когда едем на какие-нибудь озёра или куда-то ещё. С одной стороны точно так же активно-активно-активно порастирайте вот эту вот область грудной мышцы с другой стороны, и почувствуйте, как стало легче дышать, плечи расправились. И ещё одно упражнение тоже на улучшение подвижности грудного отдела. Тоже, да, на подвижность грудного отдела. Поднимаете руку вверх, кладёте руку себе на межрёберное пространство и уходите в наклон. Замечайте, как здесь расходятся ваши рёбра немного в стороны. Сделайте в одну сторону, затем в другую. Лучше начинать движение на вдохе. На вдохе потянуться, выдох и вдох. В каждую сторону тоже раз по 8-10. И что у нас ещё затекает, когда мы едем в машине, это наши шеи. Потому что мы, когда в напряжении, нам нужно снять нагрузку с этой части, мы с вами делаем простые, незамысловатые, но очень эффективные упражнения. Поднимите плечи наверх и потянитесь за кончиками пальцев вниз. И ещё наверх и вниз. 5-6 раз и задержитесь в верхней точке, подержите, побудьте таким пингвинчиком. Чувствуем напряжение, несколько дыхательных циклов. И затем опустите плечи вниз за кончиками пальцев, потянитесь вниз. И правое ухо потяните вверх, почувствуйте боковое вытяжение с одной стороны. И точно так же левое ухо вверх, потянитесь за кончиками пальцев вниз. Почувствуйте, как приятно удлиняется шея и снимается напряжение. Вы словно готовы двигаться дальше. Но ещё не всё. Да, ещё хочется подвигать очень сильно позвоночником. Мы продолжаем работать с грудным отделом и чуть ниже отпускаемся. Упражнение называется «Rule Down, Roll Up». Начинайте с кивка головы вниз, скручиваться позвонок за позвонком. Ваша спина максимально круглая. И раскручиваетесь обратно. Задача максимально дать движение в каждый позвонок. Сделайте 8-10 повторений. И наши тазобедренные суставы тоже хотят подвигаться. Потяните одну ногу. Так как мы сидели, у нас эта область постоянно находится в сгибании. И нам хочется её прям разогнуть. Одну ногу и точно так же другую. Можно опираться на машину, на дверку машины. И почувствовать приятное вытяжение. И свободу движения. И затем, чтобы запустить кровоток, сделаем несколько обычных приседаний. Ноги чуть шире, ширины таза, пальцы в стороны. И таз тянете назад, садитесь вниз. Поднимаетесь 8-10 раз. И ваше тело будет благодарным. Почувствуете энергию, прилив сил. И вам захочется двигаться дальше. Такие простые упражнения позволят действительно легко перенести дорогу. Длинную, дальнюю. И получить максимум удовольствия от ваших поездок. А главное, что упражнения несложные. Повторить их сможет абсолютно каждый. Я уверена, что сейчас наши телезрители в этом убедились. Повторяйте обязательно их, если вы собираетесь в долгую дорогу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!